В связи с понижением температуры воздуха на единую диспетчерскую службу города периодически поступают сообщения о случаях отравления людей угарным газом. По имеющимся данным Управления МЧС по городу Хасавюрт с октября месяца зарегистрировано около 10 случаев отравления угарным газом и два инцидента взрыва бытового газа в домах. По словам сотрудников Управления гражданской обороны, основной причиной чрезвычайных ситуаций является неправильная установка и эксплуатация газовых приборов. На единую диспетчерскую службу Управления гражданской обороны поступило сообщение в 19 часов 10 минут о том, что произошел взрыв бытового газа в поселке Винцовхозный по улице 15. При данном взрыве пострадал молодой человек. Наши сотрудники Управления ГОЧС и ПБ выехали на место для того, чтобы обследовать это место взрыва. Разрушений нет никаких. Единственное, там было накопление газа и произошел хлопок. Рекомендации к населению это обращаться за установкой эксплуатации газового оборудования непосредственно газовую службу. Установкой газового оборудования должен заниматься специалист. Кустарная установка оборудования газового недопустима. Гассификация резиновыми шлангами тоже недопустима. Даже при исправности газового оборудования его профилактический осмотр должен проходить не менее двух раз в год. Как рассказывает главный специалист МЧС Асиат Рабаданова, в ближайшее время на территории города комиссии по чрезвычайным ситуациям будет создана межведомственная группа в целях предупреждения и информирования населения об ответственности и последствиях несоблюдения правил использования в жилых помещениях газового оборудования. На основе этой комиссии создается рабочая группа, которая непосредственно работает с населением. Первая цель – это, конечно, население оповестить, пресечь все выявленные нарушения. В эту комиссию входит газовая служба, наша служба, МВД. В этом году включаются в эту комиссию управляющие компании, так как мы имеем множество отравлений угарным газом в многоквартирных домах. Там имеются такие нарушения, как установка газовой колонки в ванной комнате и подключение ее к вентиляционной шахте, что по нормативам абсолютно недопустимо. Главной причиной возникновения случаев отравления угарным газом – это, в первую очередь, халатное отношение населения к рекомендациям и предупреждениям специалистов, подчеркивает Асиат Рабаданова.